Привет, ребятки! Меня зовут Карен Карапетян, я архитектор и интерьерный дизайнер. В этом видео я вам покажу квартиру, в которой люди уже живут целый год. Это будет необычный обзор, это будет обзор тех решений, которые себя за этот год показали хорошо и которые показали себя плохо. Мне кажется, это интересная история. Пошли смотреть! Прежде чем начнем разбирать, расскажу, что нам достался за строчка. Это обычная евро-трешка, 77,1 квадратный метр. Интерьер мы делали для молодой пары, которой на момент обращения еще не было детей, но пока мы проектировали, строили, он появился. Поэтому, когда они въехали, они въехали уже с маленьким разрушителем. А как вы знаете, дети никогда не считаются с тем, что вы думаете о своем ремонте. И поэтому интерьер прошел помимо того, что просто испытание временем, так еще и испытание ребенком. В общем, сейчас посмотрим, что сработало, а что нет. Начнем с того, что сработало. Первое, самое главное, что сработало, это максимально эффективная планировка, которую мы сделали под задачи хозяев. Чуть более года назад мы выпустили ролик про эту планировку. Там я очень подробно рассказываю вообще, откуда ноги растут, почему именно такое планировочное решение получилось. Кому интересно, обязательно идите по ссылке. В этом видео я не буду подробно заострять внимание на планировке, расскажу лишь о тех решениях, которые особенно зашли хозяевам. Когда мы начинали проект, хозяева очень сильно просили сделать много хранения, потому что много всего нажито, и хотелось бы это все разместить в квартире. Ну и, соответственно, нужно было сделать большое количество шкафов. В текущих условиях, которые достались от застройщика, шкафов получалось не так много, как хотелось бы. Поэтому мы начали крутить и вертеть эту планировку так, чтобы все вместить. И в итоге мы этот проходной коридор убрали, сделали проходную гардеробную, расширив ее. И разместили там большое количество мест хранения, которые в реальности сейчас людям очень нравятся. Им хватает места. И, честно говоря, они даже говорят, у нас так много нам казалось будет места, что мы успели его уже всем забить. И сейчас и этого места уже не хватает. Поэтому, если вы большие вещелюбы, то планируйте свое хранение в квартире с запасом. Еще в этой гардеробной у нас хозяйственный шкаф. Помимо там всяких нибудь ведер, гладилок, ну и всякого-то хозяйственного инвентаря, здесь стоят и стиральная, и сушильная машины. Мы вынесли стиральную сушильную машину из ванной, чтобы ее не захламлять. Чтобы пространство было более интересным, парадным, в общем, так, чтобы в нем хотелось находиться. А чтобы это не было каким-то там банно-прочечным комплексом. И в итоге, вот спустя год, люди этим решением попользовались и говорят, что просто песня. Мне периодически в комментариях пишут, а законно ли вообще размещать стиралки сушками где-то там в коридорах или в других помещениях. Смотрите, на плане БТИ отмечается лишь сантехника и плита. В сантехнику входит что? Это мойки, раковины, унитазы, биде, ванны душевые. То есть, вот какие-то другие элементы в виде там стиралок, там сушилок отмечать не нужно. И, соответственно, никто из администрации, из кадастра об этом и знать не желает. Поэтому размещать их можно где угодно. Главное лишь задуматься о том, как нормальным образом отводить канализацию и как подводить воду. В нашем случае стиралка-сушка у нас граничит с санузлом. И мы здесь через инсталляцию спокойно подвели и канализацию, и воду. Еще один момент, который хозяевам очень зашел, это дополнительная душевая, которая появилась у них в квартире. Потому что изначально здесь был просто вот такой вот малюсенький гостевой санузел. Что мы сделали? От застройщика нам досталась планировка, где мы законным образом могли подвинуть только вот эту вот перегородку, что мы и сделали. И у нас получилось вот такое вот Г-образное помещение, где вот здесь в нише мы разместили душ. Что еще? В этой квартире есть универсальная и нейтральная комната, которая сейчас кабинет. Здесь есть классный парящий стол, очень эффектный стеллаж и большой функциональный шкаф. Сейчас в этой комнате тусит отец семейства. Здесь у него стоит классный игровой комп, плюс много разных приколюх расставлено на стеллаже. И когда ребенок подрастет, ему будет нужно свое личное пространство, диван из этой комнаты куда-нибудь выкинется на помойку или продастся на Авито. И встанет нормальная кровать. Например, вот такая. Так как эта комната нейтральная по дизайну, то в детскую пройдите очень легко. Например, выкидываем все просто вещи со стеллажа, ставим книжки, игрушки, разные декоративные детские штуки. Плюс можно, например, наклеить виниловые наклейки на стены, на шкафы и получится вот вам новая детская. Расскажу про дверь в эту комнату. Она у нас находится не в стандартном месте, не в маслом. И много мне людей в комментариях к прошлому видео об этой планировке написало о том, что, блин, как же так? Дверь у нас выходит прямо в гостиную, а как же шум мгам и спящий ребенок. Ну и естественно, мы же проектируем не под себя, не под свои мироощущения, а под конкретных людей. И, соответственно, вот это конкретное решение им зашло. Объясню почему. Когда мама находится в кухне-гостиной, то есть что-то ей надо приготовить, может быть, там, ну, какими-то она, в общем, домашними делами занимается, а ребенок находится у себя в комнате, он всегда под присмотром. То есть вы открыли дверь, вы всегда видите, чем он занимается. Мама все видит, все супер. Плюс эта семья не тусовочная, здесь не происходит каких-то шумных вечеринок и, соответственно, каких-то там проблем с шумом в гостиной не будет. У нас был еще вариант сделать дверь в эту комнату из гардеробной, но заказчики отказались от этого решения, потому что тогда бы мы потеряли полезную площадь шкафов. Еще, кстати, про двери в этой квартире. Здесь двери находятся только в тех местах, где нужно по-настоящему единицы, то есть в жилые комнаты и санузлы. Мне нравятся такие решения, потому что уменьшают количество каких-то дополнительных преград внутри квартиры, то есть не нужно там тысячу дверей открывать, чтобы попасть в комнаты. И хозяевам это решение тоже понравилось. Мне периодически в комментариях пишут люди, а как же вот запахи при отсутствии дверей на кухне? Но вот пообщавшись со многими нашими клиентами, ну все сводятся к одному, да, к одной мысли, что любой запах, который есть на кухне, он больше хороший, чем плохой. Соответственно, как бы скрываться от него нет никакого смысла. Еще такой планировочный моментик – это радиусная перегородка. Изначально, когда мы делали эту квартиру, это планировочное решение, то, конечно, были сомнения, насколько вообще это нужно, насколько это прикольное решение. И вот пока люди там жили, обратная связь, что это прям суперская история, очень завлекает она в квартиру, когда заходишь, прям какой-то космос. Ну и такой микро итог. Когда вы планируете будущую квартиру, никогда не зажимайте свое сознание, то есть думайте максимально открыто, то есть максимально широко, всегда любую даже самую сумасшедшую идею не надо рубить на корню на старте. Нужно все карты на стол выложить и после этого уже собрать свой идеальный интерьер. Как, например, в этой квартире с дверью из будущей детской в гостиную. Вот всем в комментариях, ну или там, скажем, большинству в комментариях показалось, что дверь не на своем месте, но хозяевам там, где она находится, нравится, удобно и кайфово. Следующее решение, которое сработало – это чистые белые стены, которые просто выкрашены латексной краской. Это краска Друфа Интерьер 20. Если в процессе жизни что-то покосается, то всегда можно легко ее купить, не нужно никаких оттенков запоминать. Это просто обычная база А, белый цвет. Хозяева пользуются этим уже целый год. Ребенком это все там зарисовывается где-то в течение полугода. И все это легко моется, с помощью меламиновой губки все стирается. В общем, они безумно довольны. Следующий момент, который работает – это отсутствие плинтусов. И хозяевам это очень нравится, потому что любой плинтус в любом случае – это дополнительный пылесборник. То есть там есть различные полочки, где легко собирается пыль, ее нужно отдельной тряпкой как-то там вытирать. Здесь, так как у нас используется моющаяся краска латексная, то легко можно и саму стену помыть, и пол протереть. А так как нет никаких дополнительных полочек, то уборка происходит быстрее. Я выкладывал шорт, в котором показывал это решение вблизи. Немногие на самом деле поняли, что это макросъемка. Там по последнему кадру видно, какого размера розетка. И, конечно, кто-то там написал, что, блин, ну тут же все грязно, все там углы отбиты. Но вы же понимаете, что невозможно при макросъемке показать, чтобы было все идеально. Это скорее будет фотошоп тогда. А в реальной жизни, когда ты смотришь на эти примыкания, на эти углы, они выглядят прикольно. Поэтому, как бы вот сами хозяева, когда смотрят, пользуются этим всем, говорят, что ему очень нравится это решение. Что еще сработало? В этой квартире много шкафов, и не хотелось сделать так, чтобы эти шкафы были отдельными какими-то предметами интерьера. И поэтому часть из них сделана под стены. То есть они белые, сливаются с интерьером. И, конечно, вот когда ты в этом всем живешь, они растворяются, нет ощущения того, что здесь какое-то нагромождение из предметов. Очень все функционально и при этом всем легко. Еще одна штука, которая зашла. В этой квартире есть приточная вентиляция, которая установлена на специальном техническом балкончике, расположенной между соседними лоджиями. То есть это такая история, как корзина, только балкон технический. И там установлены внешний блок кондиционера и сама приточка. Что понравилось? Что сама эта установка может работать по расписанию. Хозяева задали определенное время включения и выключения оборудования. И теперь им не нужно абсолютно открывать окна, закрывать их как-то. И, соответственно, уменьшилось количество пыли в квартире. Она, конечно, все равно есть, потому что люди на себе приносят много пыли. Плюс, ну, все равно от бытовой пыли никуда не деться. Но вот пыль с улицы, которая может идти от шин, от всяких выхлопов, она минимизировалась, потому что вся остается на фильтрах. Теперь, что не сильно понравилось в интерьере. Начну также с планировки. Все на бумаге кажется удобным и клевым. Но когда ты поживешь, естественно, возникают какие-то моменты, которые не нравятся. И вот в этой квартире есть два таких момента. Первый – это очень небольшой шкаф прихожей. Его им не хватает, чтобы повесить там одежду, в которую они сейчас ходят, особенно зимой. Потому что вещи объемные, шкаф небольшой, и им этого не хватает. Поэтому, если в перспективе они будут делать другую квартиру какую-то, то, естественно, хотелось бы им, чтобы шкаф прихожей был побольше. В общем, если вы планируете сейчас квартиру и думаете о том, какого шкафа вам хватило бы в прихожей, то чем шкаф больше, тем лучше, на самом деле. Следующий момент связан у нас с проектором спальни. Начну чуть-чуть издалека. Спальня у нас досталась от застройщика не очень удачной формы. Вытянутая, Г-образная, и туда бы не поместилась большая двуспальная кровать. Мы ее немножко подрихтовали, привели ближе к квадрату, поставили туда большую кровать. И был вариант поставить туда телевизор, либо проектор. Но если мы ставим телевизор, у нас минус хранения, ну, на развеску определенная. Если проектор, то нужно делать какой-то проекционный экран. В одной из итераций у нас возникла идея вообще проецировать изображение прямо на фасады шкафа. Но прикинув все за и против, мы все вместе, да, коллективно пришли к такому решению, что это норм идея. Но пожив с этим решением, хозяин, потому что в большей степени его эта история парит, ну, говорит о том, что все-таки нужно было делать экран. Хотя просадка по качеству небольшая, и даже вот эти вот зазоры между фасадами не бросаются через минуту уже после просмотра фильма. Но по уму все-таки, если вы планируете что-то подобное, лучше от такой идеи отказаться сделать сразу нормальный экран, который, например, может спускаться с потолка, либо там как-то вручную навешивается. Что еще себя показало плохо в этом проекте? В спальне и в будущей детской здесь у нас паркетная доска, она покрыта маслом. Она начала сразу же практически умирать, то есть оставались какие-то следы, потертости, вдавыши какие-то, хотя это дуб. И, конечно, это очень сильно бросается в глаза, и как-то победить это по-нормальному очень сложно. То есть можно, конечно, там это все как-то сошлифовать, заново покрыть маслом, но это очень много проблем, чтобы привести это в нужный вид. Поэтому имейте в виду, если вы планируете купить вот эту доску, то может случиться вот такой вот казус. Та же самая проблема у нас возникла с керамогранитом, который у нас в кухне-гостиной и гардеробной. Когда мы вскрывали полы после отделки, у нас была ветошь, ДВП или арголитка, ему как больше нравится, то возникли микроцарапины. Визуально это не бросается в глаза, но когда ты смотришь на блик, видно, что какие-то есть затертости. И, честно говоря, меня немножко убивает та история, что этот керамогранит царапается даже от ножек стульев. И приходится одевать специальные ботиночки для стульев от собак, которые берутся. Ну, это такой косяк для педантов, потому что вот так в жизни этого не заметно. Заметно это только там где-то вблизи, на бликах, и камера это не показать. То есть, если вы положили глаз на калоркер, имейте в виду, что он очень нежный и лучше его положить, вероятно, не на пол, а куда-нибудь на стену. Хотя, допустим, тот же самый Rex, который лежит в гостевом санузле, плитка вот с таким названием, она себя повела безупречно. То есть, лежали в одинаковых условиях, под одинаковыми укрытиями, но здесь появились царапины, а в санузле нет. И последнее, что не очень понравилось хозяину в процессе эксплуатации, это ручки на кухне. Они крепятся на фасад, и они острые с торцов. То есть, если фасад открыт, либо у посудомойки, или там у ящика, то очень легко можно зацепиться и порезаться. Так что ручка такая, как, ну, фактически холодное оружие у вас тут выступает. Поэтому, если вы планируете сейчас кухню, то лучше отказаться от таких решений в пользу ручек, например, вмонтированных на корпус, либо там просто какие-то накладные использовать, чтобы это было не так травмоопасно. Я раньше как-то стеснялся, побаивался показывать какие-то недостатки в работе, потому что, ну, все же хотят быть хорошими и пушистыми, и белыми, и вообще, как бы, никто не косячит. Если вы-то говорите о каких-то неудачных решениях, о каких-то косяках, то я увидел положительную обратную связь, понял, что людям это важно, потому что, ну, это такой вакуум сейчас в этом пространстве. И любая такая информация, она в любом случае улучшает рынок. Люди начинают понимать, какие решения хорошие, какие не очень, а какие совсем плохие. И более взвешенно принимают решения в своих ремонтах. Ссылка на смету по этому проекту можно посмотреть в описании. Она актуальна на начало 20-го года, на замечательное, допандемийное время. Помните, да, какое оно было? Понятно, что сейчас это ценообразование не актуально, но, по крайней мере, можно посмотреть в процентном соотношении, какие блоки сколько сожрали бюджета, так, чтобы можно это было сейчас экстраполировать на свои какие-то там задачи. Ребятки, я вас очень сильно люблю. Пишите в комментариях, как вам этот интерьер. На этом все. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok